Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жердецкий, и сегодня мы поговорим о кофе и чае. Речь пойдет о пользе этих продуктов у нас на приусадебном участке. Ну или о вреде, потому что люди очень часто спорят, можно ли использовать заварку и кофейную гущу на огороде. Итак, поехали. На самом деле, я думаю, не только у меня возникает странное чувство жадности, когда приходится выбрасывать чайные пакетики, заварку или кофейную гущу после их использования. Многие люди постоянно спорят о том, есть ли польза или есть ли вред в использовании чайной заварки или кофейной гущи у нас на приусадебном участке. Сразу необходимо сделать небольшое отступление. Нужно четко разграничивать кофеин, кофе и чай. Да, действительно, кофеин это основное действующее вещество кофе и чая. И ученые, которые изучают действия кофеина на насекомые, на другие растения, на червей различных, все они однозначно говорят, что действия чистого кофеина нельзя сводить к действию кофе или чая, находящегося в кофе непосредственно или чайных листьях. Следует отметить, что кофеин в чистом виде является по-настоящему инсектицидом. Это яд для насекомых. Именно поэтому кофейное дерево и чайный куст продуцируют в больших количествах в своих тканях этот алкалоид. Это алкалоид, который сродни опиуму, то есть наркотику. То есть это вещество, это пуриновый алкалоид, который является очень сильным инсектицидом, буквально убивающим практически любые насекомые, отключая пищеварительные ферменты, что приводит к спазмам у насекомого. И насекомое убирает уже от различных причин, в том числе и от пищевого отравления. Кофеин однозначно убивает слизней. Да, те самые, которых практически ничего не берет, кроме химических препаратов. Кофеин их однозначно убивает. Но при этом, еще раз прошу заметить, кофеин и кофе практически не одно и то же. Потому что в кофе кофеина содержится небольшое количество, а мы с вами говорим об использовании уже использованного кофе в форме кофейной гущи и заварке чая. В этом вторичном сырье кофеина находится немного следовые количества. Но не стоит забывать, что кофе это не только кофеин. В самом кофе содержится более полутора тысяч различных биологически активных и химических соединений, которые проявляют очень широкий спектр действия на различные организмы. А по действию на человеческий организм почти все они еще не изучены. Поэтому нужно и разграничивать действия кофеина от действия кофе и чайного листа на человека, на насекомое и на другие организмы. Теперь я расскажу о том вреде, который описан в науке, кофеина на растения или же на насекомое. Именно вреде в отношении использования. Да, действительно, кофеин способен подавлять рост и развитие других растений. Более того, даже само кофейное дерево за время вегетации в почву сбрасывает столько листьев и накапливает в почву столько кофеина, что со временем начинает подавлять само себя. Да, буквально через 20-25 лет в почве становится столько кофеина, что растение погибает или же перестает активно развиваться и плодоносить. Соответственно, плантации кофе нужно либо переносить, либо каким-то образом обеззараживать от кофеина почву. Но в наших условиях такие уровни кофеина невозможно добиться, даже если вы несколько пачек свежего кофе высыпите под растение или под какое-то дерево. Более того, ближайший дождь вымоет эти количество кофеина и обеззаразит почву. Поэтому использовать, тем более уже использованную кофейную гущу или чайную заварку абсолютно безопасно для наших растений. Из всех растений наибольшую чувствительность к кофеину показывает, как ни странно, томат. Да, он чувствителен. Кофеин подавляет развитие томата. Но опять повторюсь, в вторичном серии кофеина не столько много. Однако, чайную ложку высушенной гущи кофе посыпать вокруг томата. И это однозначно приведет к тому, что слизни не будут проявлять настолько сильный интерес к вашему растению. И скорее всего будут как-то избегать контакта с порошком кофе на грядочке. Противники использования кофеина говорят о том, что существуют научные исследования, в которых кофеин благотворно влияет на некоторые даже вредные насекомые. Да, это правда. Кофеин способен усиливать память у многих насекомых в принципе. Пчела, которая посетила опрысканный кофеином цветок, становится более дееспособной. У нее лучше откладывается запоминание своего пути к этому цветку. Она становится более стрессоустойчивой. Она более дееспособной. Да, такой эффект происходит и по отношению к некоторым паразитическим насекомым. Но дело в том, что это действие чистого кофеина. И в наших условиях, и в наших использованиях кофе или чайного листа это абсолютно не проявляется. Итак, а теперь просто о простом использовании кофейной гущи и чайной заварки. Все это можно прямо в том виде, в котором оно есть, абсолютно хорошо и просто выносить и посыпать, поливать наши грядочки. Щепотку кофе использованного или чайной заварки можно вносить вместе с посадкой клубни картошки. Абсолютно точно показано, что и нематода, и проволочник, и хрущ будут остерегаться этого места и не будут повреждать клубни картофеля. В научных статьях очень четко описано влияние использованной кофейной гущи против вредителей капусты. Капустница, как и ее гусеницы, не переносит ни запаха, ни кофе, ни конкретно кофейной. И, соответственно, капуста будет защищена, если вы просто будете посыпать кофейной гущей высушенную грядочку с капустой. Тот же эффект происходит и при обработке различными настоями кофе, что, в принципе, не очень удобно, потому что настой кофе нужно фильтровать, чтобы не забивалось сопло опрыскивателя. Но, тем не менее, как приготовить настой, которым можно обрабатывать растения? Мы используем либо 5 столовых ложек высушенной кофейной гущи на литр кипятка, завариваем, даем отстояться. Но следует сказать, что это все-таки не какой-то концентрат, который некоторые блогеры советуют добавлять потом уже на 10 литров воды. Нет, это уже будет готовый рабочий раствор. Мы добавляем туда просто еще какого-либо прилипателя. Уже о них много сказано. Это и мыло, и заваренный крахмал в форме слабого раствора киселя. Либо даже некоторые используют строительную грунтовку, маленький колпачок. Добавляем и этим раствором опрыскиваем. Но следует отметить, что это не будет действующее вещество в форме... Это не будет инсектицидом в чистом действии. Это, скорее всего, для профилактики, для отпугивания вредных насекомых. Скажем, крылатая самка тли, когда будет искать новое место для посадки, для того, чтобы создать колонию, скорее всего, отпугнется запахом обработанной таким образом растения. Но если же у нас уже на растении тля завелась, обработка такими настоями растений, скорее всего, не приведет к заметным результатам. И тля не отреагирует. А вот если вы используете не высушенную кофейную гущу, если вы просто очень много употребляете кофе, допустим, 5-6 чашек за 2 дня вы выпиваете, то кофейную гущу можно использовать в том виде, в котором она есть, то есть во влажном состоянии. Сливая ее в определенную тару и буквально через 2 дня добавляем кипяток, опять же, до литра, дать отстояться этому раствору для того, чтобы кофе осело на дно и затем его не фильтровать. И затем таким раствором обрабатывать растения. Дело в том, что 2 дня, о которых я говорю, указано для того, чтобы кофейная гуща не портилась, не закисала и не становилась, наоборот, вредной. То есть если вы пьете много кофе, то, соответственно, кофейную гущу можно использовать в том виде, в котором она есть. Все то, что было мной сказано, касается одинаково и чайной заварки, и кофе. И то, и другое абсолютно хорошо использовать у себя в огороде. Ну, я уже не буду говорить о том, что сами по себе эти вещества являются хорошим удобрением. Просто потому, что в их составе все необходимые микровещества, микроэлементы, которые необходимы для растения. Кроме того, это хороший субстрат для почвенных микроорганизмов, для почвенных грибов, потому что они очень хорошо заселяют заварку и кофейные гранулы. Более того, в их составе очень много таких ароматических соединений сложной природы, сложной структуры, которые и грибы, и полезные микроорганизмы другие используют для себя в качестве синтеза на их основе биологически активных других соединений. В том числе и стимуляторы роста растений, и антибиотики, которыми они отпугивают, убивают других вредителей. То есть, все это абсолютно хорошо и допустимо использовать у себя на приусадебном участке. Кроме того, сама по себе и заварка, и кофе очень хорошо выступают в форме структуры образователей почвы. Кофе разрыхляет почву, ну и если кто-то говорит, что это приводит к закислению почвы, то показано в исследованиях, что такой эффект будет только если вы будете использовать свежее кофе, свежезаваренное, то есть концентрированное. Да, легкое закисление будет происходить, но заварка, использованная и использованная кофейная гуща, к этому приводить абсолютно точно не будут. Вот так, коротко о всем нам известных вещах, которые мы используем ежедневно, я попробовал вам рассказать о кофе и чае. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, потому что об этом можно говорить целый день. Надеюсь, вам было интересно. До скорой встречи!